Олег Крепеневич – известная персона среди заядлых и начинающих мотоциклистов. Первый раз сел за руль двухколесного транспорта в 16 лет и не расстается с ними по сей день. Сегодня, будучи председателем мотоклуба «Голдвинг», он, как ни кто другой, знает, что такое экстремальная езда и считает, что немаловажная мера профилактики и предотвращения ДТП с участием молодых неопытных мотоциклистов – беседа об элементарной культуре вождения. Экстремальная езда в любом случае опасна. Поэтому самая проблема – это, наверное, молодежь, потому что в ранние годы, когда садишься на мотоцикле, на самом деле толком никто не объясняет, у нас же нет ни школ толком, как ездить, может быть, просто больше общаться с молодежью, объяснять, как себя вести на дорогах. Я надеюсь, что будут прислушиваться к этим всем беседам. Зачастую молодые водители спешат быстрее седать мощный мотоцикл, чем поговорить о правилах на дороге с более опытными коллегами. Погонять на большой скорости и посмотреть, на что способна новенькая «Хонда» или «Сузуки» оказывается важнее, чем мигающий красный или средняя скорость транспортного потока. Как правило, такое лихачество заканчивается весьма плачевно. К сожалению, на территории Брестской области отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта. Причем из 40 дорожных аварий с участием мотоциклистов 35 произошли по вине самих мотоциклистов. И основная часть погибших тоже зафиксирована по вине мотоциклистов. Причем каждое третье ДТП происходит по вине водителя, который находится в состоянии алкогольного опьянения. Для предотвращения несчастных случаев на дороге с участием мотоциклистов сегодня в стране стартовала профилактическая испубликанская акция «Мотодвижение без нарушений». В рамках мероприятия с 20 по 26 июня сотрудниками ГАИ будет ужесточен контроль за водителями байков, в том числе с участием «Мотопатруля», который, как известно, более мобилен в транспортном потоке. Выявлять нетрезвых и не имеющих водительские права водителей будут сотрудники рейдовых групп на гражданских авто с приборами фото- и видеофиксации. Есть надежда, что подобные меры помогут сделать брестских водителей более дисциплинированными, а дороги более безопасными. Продолжение следует...